Добрый день, дорогие коллеги! Я очень рада всех вас здесь приветствовать, тем более на онкологическом форуме. Достаточно грандиозное такое событие года, ну, в качестве нашей онкологии, я думаю, для других клиник. И это первое наше такое заседание, первый сбор, когда мы посещаем форумы онкологические вместе с нашими врачами. Нам не зря доверили эту в этом году функцию, потому что все-таки без медицинских сестер никто не может, не врач. И поэтому Алексей Михайлович с радостью нам эти сессии выделил. Мы посмотрим, если наш этот опыт будет интересен, важен, и дальше мы будем продолжать в этом направлении. Может быть, что-то сегодня не получится. Все докладчики, я знаю, включая меня, очень-очень сильно волнуемся. Это очень ответственный шаг для нас, потому что у нас здесь приглашены и наши коллеги-гости из других больниц. Это городская больница номер 26, это наша МЧС. Татьяна Владимировна, как ваше правильно называется? Научный центр. Научный центр «Наши соседи» онкологический. Поэтому, во-первых, мы познакомимся, а во-вторых, мы посмотрим, как наш этот опыт будет продвигаться в последующие годы. На самом деле онкологический форум, но вопросы именно в среднем, в среднего звена, они у всех, мне кажется, одни. Это организация работы, оплата, это охрана труда, ну и, конечно, узкие направления, с которыми непосредственно связаны медицинские сестры. Мы, конечно, сегодня сделаем больше нажим на онкологию, но и некоторые вопросы этики и дентологии. Простите, пожалуйста, не вижу Наталью Юрьевну с интереснейшей темой. Уваровой нету? Это этика и дентология будет, это будет немножко детство, это будет радиология наша и общие вопросы. Я подготовила тему доклада, ну, естественно, как не специалист узкий в онкологии, а как, скорее всего, организатор. И даже не подготовила, просто где-то подвела итоги, где-то мы немножко поглубже посмотрим на медицинских сестер изнутри, какие бывают и какой подход. Но, во всяком случае, могу вам сказать честно, и, наверное, это будет первое мое признание перед средним персоналом своих, своего коллектива и остальных, что, читая литературу и все это сравнивая в моей должности, работая с вами, действительно нужен для персонала индивидуальный подход каждому человеку. Не в целом к среднему персоналу, а каждому человеку каждого отделения, каждой медицинской сестре. Поэтому можно включить, да, доклад? Ну, как доклад? Тема. Снедкова. А мне можно и сюда. Ага, спасибо большое. Ну, темы всегда звучат у нас очень ярко, очень грандиозно. Современные аспекты управления средним медицинским персоналом. Ну, современные аспекты – это почему? Потому что, если сравнить лет 10 назад и сейчас медицину, конечно, мы шагнули вперед, и много чего изменилось, даже непосредственно для среднего персонала. И вот индивидуальный подход к мотивации сотрудников – вот это вот такая тема, про которую мне хочется остановиться именно как руководителю. Я могу дальше сама, да? Ну, актуальная проблема здравоохранения, конечно, это нехватка медицинского персонала в целом, которая нас все годы, наверное, напрягала. И всегда не хватало медицинских сестер и рук на отделениях. И эта проблема остается и до сих пор. С этой проблемой, может быть, мы как-то немножко справились в нашем институте. Поймем потом, почему. Вот. И это важная роль в нехватке медицинского персонала. И многое зависит от того, какое решение будет в содержании трутовой путевации сестинского персонала. Ну, и я так наш коллектив медицинских старших сестер и эпидемиологов просто привела к примеру. Мы… Я начинала тоже пять лет назад, и всего этого много чего не знала. Поэтому коллектив обновлялся со временем. Вот. И наших сестер, конечно, не могла сюда не включить. Это не весь коллектив. Это те, кто представляет наше отделение. Это старшие сестры. Проходите, пожалуйста. Значит, общие подходы к мотивированию персонала. Но есть внешнее мотивирование и внутреннее. Внешнее что? Внешнее мотивирование нашего среднего персонала – это, конечно, заработная плата. Но кроме нее заработной платы, конечно же, есть и благодарности, почетные грамоты и все то, что стимулирует медицинскую сестру двигаться дальше в своем коллективе, не погидая его долгие годы. А вот внутренняя мотивация – это как раз то, что я говорил о том, что каждой медицинской сестре нужен индивидуальный подход. Это я говорю сейчас и для старших сестер тоже. который работает в нашем учреждении. У нас это получается, и у нас, может быть, это как-то не продвигается, не говорится об этом часто и громко, но во всяком случае это у нас присутствует. Это позволяет нашему коллективу института держаться достаточно сплоченно, дружно, и все вопросы, которые даже не касаемо работы, мы можем обсудить совершенно спокойно в приватных обстановках. И даже медицинские сестры, которые что-то кого-то когда-то беспокоят, совершенно спокойно могут подойти к старшей сестре и выяснить наболевшую тему. Вот эта внутренняя мотивация, мне кажется, она самая, самая, скажем, трудная часть для среднего персонала, который работает в институте. Особенно у нас. Здесь вот до этого была лекция, и правильно сказали, что онкологический пациент, с которым работает сестра, она работает не только с ним, а работает с целой семьей этого пациента. И он не один болен, больна еще и его семья, в котором он заболел. Это и дети, и родители, и все. И пациент с проблемой приходит не один, а с целой семьей. Поэтому онкология – это очень важно для медицинской сестры. Это медицинская сестра у нас одна, и она должна все свои проблемы переложить на свои плечи, и включая всю семью пациента, который онкологически болен. Вот эта вот мотивация, мне кажется, коллеги, она очень такая резкая и очень ответственная, потому что нашу медицинскую сестру, на нее все – врачи, коллеги, пациенты, их родственники, она одна. И в связи с этим я вообще предложила руководству нашего института открыть небольшой кабинет, наверное, психологической приватной помощи для именно медицинской сестры, которая может не… Ну, может быть, это будет и в дальнейшем как-то и оплачиваться, может быть, нет, не знаю, но во всяком случае, чтобы человек разгрузил голову, разгрузил свои мысли, и просто идет синдром выгорания для сестры, и чтобы как-то ей помочь, хочется, чтобы такой кабинет у нас был. Вот, я знаю, что в дальнейшем планируются у нас и бассейны, и массажи, и все это будет, но это будет со временем. Ой. Что-то я не то сделала. Вот это? Ну, вот немножко остановимся про то, что внешняя мотивация, да, наши медицинские сестры хорошо мотивируются, когда идет оплата труда. И хочу сказать, за два года работы в институте мы этого добились. Я могу сейчас сказать, где-то 98%, около 100% у нас занятость всех ставок нашего института. То есть мы абсолютно вышли в лидеры по занимаемой должности медицинской сестры в городе. А это почему? Это потому что оплата труда у нас, она адекватно оценивается, и поэтому медицинские сестры вот эту внешнюю свою мотивацию работы в институте, она удовлетворена. Это очень хорошо, потому что сравнивая статистики разных лет, брать 5 лет, особенно 10 лет назад, рук не хватало, работали студенты, работали все кто угодно, но только непрофессиональные сестры. Поэтому эта мотивация у нас, как эту мотивацию мы удовлетворили. Внутреннее то, что мы останавливаемся, да, значит... Сейчас я картиночки посмотрю. Я буду говорить, там потом будут слайды. Для каждого она разная. Вот есть категория медицинских сестер. Сейчас вам покажу. Это наш институт, наших старших сестер ввела, которые мне помогают в этом моем процессе воспитания и работы в отделении. И самое главное, что индивидуальный личностный подход к мотивированию, то, что я говорила, каждой медицинской сестры, мы выделяем 4 категории таких сестер, которые у нас всегда трудятся в нашем коллективе. И вот эти 4 позиции, особенно старшие сестры, должны знать и разруливать, можно сказать, даже конфликты внутри отделения. Вот есть сестры, которые поддерживающие. Их сразу видно, которые всегда идут на помощь. Они всегда вежливы, добры. Но выгорают они быстрее всех. Потому что эмоциональная выдержка постоянно иметь положительный фон, она тяжковатая. Созерцающие сестры – это те, кто всегда в стороне. То есть все делают, а я подожду. Если будет положительный эффект, я подключусь. Если нет, посмотрю, что будет дальше. Оппонирующие – это те, кто хотят навязать свою точку зрения своему руководству. То есть если она права, значит, и заведующие, и все врачи должны принять только эту точку решения, и больше никакую. То есть она права и не более. Только так, как скажут, таких примерно, наверное, 60-40% точно. И избегающие те, которые не любят меланхоличную работу, те, кто любит брать больничные листы, частые отпуска. Вот эти все категории. И вот к этим категориям нужен определенный подход. Те, кто постоянно болеет, предложить там санаторий, как-то отдохнуть. Может быть, направить на совмещение профессий. Если человек работает на посту или в процедурной, поменять. И может быть, неинтересно. Вот обычно четвертая категория – это тем людям, которым неинтересен их труд. Значит, не то. Видите, вялость. У нас очень много было таких рокировок в институте, когда действительно это играло большую роль. Человек был на посту. Вот поставили в перевязочную. Все, человек расцвел. Вот такие моменты, они очень важны для нашей работы в целом. Те, кто кричат, да, но... Не знаю, наши старшие сестры справляются, я думаю, только своим каким-то терпением, своим трудом. И, в принципе, они тоже носят свою лепту в коллектив. Вот эти четыре категории, они всегда присутствуют. Но когда все эти четыре категории у нас... Это, поверьте мне, это статистика, проведенная за многие годы. Но когда они все вместе работают, в принципе, получается баланс. Все равно в отделении выжимает кто-то кого-то, и в коллективе происходит такая гармония. Но вот эти личности вам надо знать. И вот смотрите, есть такая пирамида потребностей масло, которую все знают, да, низший уровень физиологических потребностей и высшая потребность самовыражения. Все наши коллеги и, ну, все мы, медсестры, да, потребность самовыражения на первом месте. И здесь плохо видно, да, и зарплата. То есть человек, приходящий на должность, в отделение, ему надо обязательно сразу самовыразиться, и зарплата. Пока до этой точки он не пройдет вот эти ступени, он не достигнет этого, будет дисбаланс. Как только вот это самовыражение и зарплата появилось у человека, сразу мотивация внешняя и внутренняя пришла в баланс. Ну, это картинки по четырем медицинским направлениям, которые я вам до этого предлагала. Можно просто посмотреть. И вот медицинские услуги впереди. Сейчас за многие годы по статистике все-таки оплата медицинской нашей страховки, которую предлагает и нам, медикам, она вырвалась, собственно, вперед для медицинских работников. И это в основном специалисты. Видите, синенький квадратик специалисты и руководители, которые получают медицинскую помощь практически по ОМС в полном объеме. Это тоже достаточно большой шаг в медицине. И существует сейчас диспансеризация, как вы знаете. За этим сейчас следят и те же самые сестры, которые приходят два раза в год точно, а два тем, кому надо. То есть медицина настолько шагнула, и средний персонал предоставляет такие возможности, как ОМС страхование. Но это специальная картинка. Она еще давно у нас была, лет пять назад, по поводу наших средних заработных плат и среднего персонала среднего медицинского. Вот что было и что сейчас у нас происходит. Какая мощная мотивация произошла в нашем даже учреждении, во сколько раз мы поднялись. Я просто сегодня говорю про наш институт, потому что онкологический форум. И насколько мотивация персонала шагнула практически в шесть раз. Пять лет этой картинки. Психологическое сопровождение, то, что я вам все говорила, про трудовую мотивацию медицинских сестер, профессиональная подготовка. Существует три этапа. Адаптация и уже профессионализация. Я вам раскрывать эти не буду, четыре. Я вам только что все рассказывала. Мне просто важно то, чтобы вы поняли и приняли мою мысль о том, что средний персонал в нашем институте очень важен. И важен почему. Даже пригласив на этот форум нас, то есть наша администрация полностью возлагает на средний персонал надежды, полностью доверяет. И их профессиональный уровень мы поддерживаем в стенах нашего института. Профессионально каждое отделение готово к тому, чтобы участвовать в таких уже мероприятиях. Опять по методам мотивации, предпочитаемой работниками в коллективе, опять же мы можем сказать, что это денежная премия. Денежные коллективные мероприятия. Это то, о чем я говорила, про мотивации внешние и внутренние. Но здесь я хочу сказать спасибо. Самое главное, это было мое небольшое вступительное слово. И могу сказать одно, что профессионализм нашего среднего персонала растет с каждым днем. Извините, пожалуйста, Татьяна, сразу туда с флешку и фамилию. И я очень рада, что вы поддержали этот форум, приехали сюда. И впереди очень много докладов именно интересных, которые связаны с онкологией. Как организатора я вам приношу свою благодарность. И очень рада, что в таких стенах работают столь уважаемые и профессиональные коллеги. Продолжение следует...